Приветствую вас, друзья! Сегодня мы посмотрим на недавно вышедшую игру Wild Rue Learn, где для прохождения уровней нам придется кодить. Итак, запускаем новую игру. Туториал. Начинаем игру. Для начала включим компьютер. Смотрите, какой-то... А, это котик, больше похож на кота медвежонка в непонятных защитных очках. Дает нам советы. Хорошо. Хорошо. Зажмите LKM на любом подсвеченном треугольнике и проведите линию до другого. Повторите аналогично для остальных пар. После этого нажмите на кнопку запуск справа вверху. Так, окей. Что-то у нас... Так, мы подключаем наш ПК к сети. О, смотри, тут даже есть колонки, САП, мышка. А, так, еще клавиатура и монитор. Монитор не нужен отдельно к сети? Ну, хорошо. Ха, смотри, тут подсвечивается все. Так. Дальше. Ага. Значит, мониторного дает ошибку. Котик смотрит на это дело, все. Подходит сам, начинает что-то печатать. Такой в шоке парень. Мяу. Что? Как ты это сделал? Как жаль, что я не понимаю. Мяу. Значит, придется научиться распознавать твою речь. Так просто. Мяу. Тут ду-лист. Какая-то спичинка-рекординг. Такой у котяра. Так. Это что такое? Это браузер. Как распознать речь животных? Здорово, пацаны. Помните моего кота? Он опять починил все баги в моей программе. Мне вот такого. ХЗ как? Спрашиваю, а он только мяукает. Короче, я решил, буду программировать систему, которая распознает его речь. Кто знает, как это делать? Доктор Кодер. Ты не спеши, а начни с простого. Научи свой девайс находить кота по картинке, а уж там добавишь анализ эмоций, звуков и т.д. Интересно, зачем так все усложнять? Прикинь, как раз... Прикинь, как раз пару дней назад я читал про экспертные системы и как можно применять для поиска кота на картинке. А, и как... А, и как можно, наверное, их применять для поиска кота на картинке. И для системы чат-бота для животных. Ого. Газета называется Deep News. Я буду тебе присылать экземпляры, которые уже прочитал. Продолжим. Добро пожаловать в ваше рабочее пространство. Здесь куются программы и рождаются баги. Чтобы начать, перетащите блок экспертной системы из списка справа. Так. А, вот, собственно, наша панель для программирования. Так. Приведите соединительную линию от стартового блока слева. Блок экспертной системы на поле. Если вы захотите удалить линию, наведите на нее курсором и нажмите ПКМ. Отлично. Так. Есть. Угу. Так. Экспертная система в игре. Этот блок сравнивает цвета. Понятно. Если цвет элемента совпадает с выбранным цветом, то есть красным, то элемент идет в верхний сокет, иначе он пойдет в нижний, то есть не красный, пойдет вниз. В реальном мире. До создания самоучащихся алгоритмов использовали экспертные системы. Эти алгоритмы использовали заранее. А, заранее заданные правила, схожие с решениями экспертов-людей. Это работало ужасно. Ну, фиг знает. Так, и что нам нужно сделать? А, нужно красный на выход, а так вот, синий на другой выход подать. Нажмите кнопку ТЕСТ. ТЕСТ. О, как медленно. Так, тут можно как-то... А, вот, скорость увеличить. Экс 3 это максимум, да? Ну, красный у нас заполнились раньше, ага. Итоговый результат. Одна медаль. Прошло времени. Блоков используем. А, еще ограничения по блокам есть. Серьезно. Так, как распознать речь животных? Привет. Че-то эти экспертные системы не очень. Там какие-то квадраты ездят, и все. Это и есть машинное обучение. Вы там работаете вообще, или что? Это называется визуальное программирование. И да, так оно и работает. Экспертная система берет входные данные изображения с твоей камеры и пытается определить, какого типа они, с котом или без. А машинное обучение чем дальше, тем забористее. Увидишь, короче. Видимо, я в этом не очень хорош. Как переводчик-то сделать? Так. Почему-то шрифт уменьшил свои сообщения. Сему свое время. Ты попрактикуйся для начала. Я работаю фрилансером за 300 камн на секунду. И от заказов отбоя нет. Я тебе сейчас пару заказчиков форвардну. Форвардну? Да. На которых у самого рук не хватает. Он может разобраться. А заодно и кэш заработаешь. Проверяй почту там. Только за серверы платишь сам. Доктор Кодер. Эй, New York Cat Miao. Есть нубский совет. Включи автопомощь для новых блоков. Очень помогает, когда запутался. Там даже видосы есть. Сейчас я тебе уже эту автопомощь включил. Кстати, не забудь поменять пароль. Котик 123. Слишком легко подобрать. Котик 123. Мы запомнили. Добро пожаловать в дерево задач. Сюжетные задания располагаются на стволе. Ага. А на ветках нас ждут дополнительные. Цвета иконок означают различные типы технологий машинного обучения, используемых в заданиях. Вроде все понятно. Во всяком случае мы надеемся. Так. Абитуенты какие-то. Добрый день. Мы представляем общеобразовательную школу. У нас уже прошли летние экзамены. Результаты в приложении к письму. Не могли бы вы проанализировать их и предсказать? Предсказать. Кто из учащихся сможет поступить в МИД? Ну давай. 25 секунд. Приступим. Цветные фигурки символизируют данные. Это понятно. В современном мире почти все можно перевести в данные. Цифры, буквы, элементы изображений. Задача машинного обучения сортировать и интерпретировать данные заданным образом. Хорошо. Посмотрим. Если совсем коротко, то цель игры переместить данные из левой части экрана в правую. А, вот этот столбец показывает минимальное количество данных, которые нужно успеть обработать, чтобы решить задачу. То есть 8. Так. Так. А, опять зеленый вверх, синий вниз. Ну, вроде мы такое делали. Так. Максимальная скорость. Что-то как-то медленно, мне кажется. Угу. Все. Количество. Так. Оценка затрат. Чтобы завершить задание, мы должны зарелизить программу. А, вот оно. Это действие требует аренда серверов. Это будет стоить 2 евро котика в секунду. Принять? Ну, давай. Так, вот. Я чувствую, наши деньги уже полетели в минус. Блин, вам хватит денег-то? Так, есть медалька. Потрачено денег 42. О. Так, окей. А награда? Ого. 350. Неплохо. Медалька есть. Идем дальше. Ошибки в базе данных. Ошибки в базе данных. Добрый день. Люди делают много ошибок при заполнении наших анкет. Мы не можем исправлять их ошибки вручную. Можете ли вы сделать что-нибудь? А, вот. Медальки. Хотел сказать, в жизни бы так писали тех заданий. Эффективность нашей работы оценивается не только в деньгах, но и в медалях. Они влияют на развитие истории и вашу самооценку, конечно же. Чтобы получить медаль, ваша схема должна уложиться в лимиты по времени и количеству блоков. Вы можете перепройти уровень на более высокую медаль в любой момент. Понятненько. В игре корзина. Этот блок удаляет элементы. Важно любое количество корзин на поле учитывается как один блок в лимите блоков. В реальном мире. Реальные датасеты имеют огромное количество ошибок. Отфильтровывание ошибок – важная часть работы аналитика. Так. Ага. Так, у нас можно два блока поставить. Видимо, это экспертная система и корзина. Корзина. Так, синий. Идет тогда в корзину. Так, а так красный и зеленый пойдут на выход. Тест. Так, скорость максимальная. Название схемы без синего. Время. Так, так. Есть, вроде успел. Да, успел. Ага, значит, это, оказывается, не медальки, а золотая, серебряная, бронзовая. Вот оно что. Надо зарелизить. Ну, вроде ничего не должно измениться. Серверов. Там, видать, какие-то мощные сервера дальше пойдут. За которые придется платить уже поболее. Так. Так, это пройденное или это как-то не очень... А, нет, вот это не пройденное. Ага. Привет. Это опять мы. Мы нашли еще несколько типов ошибок, которые делают люди. Пожалуйста, обновите свою программу. Будет проще, если вы используете предыдущие версии кода. Ух ты. А, это самая программа Deep News. До нейросетевой искусственный интеллект. Человечество всегда пыталось создать искусственный интеллект. До создания нейронных сетей люди использовали экспертные системы. Экспертная система – это детерминированный алгоритм, который воспроизводит решение реального человека. Один из примеров – Элиза. Первый чат-бот в мире. Элиза была написана в 1966 году. И разговаривала с пациентом, используя вопросы, схожие с вопросами реального психотерапевта и реагируя на ответы. Это работало ужасно. Ясненько. Сборные блоки. Так, вы можете использовать созданные ранее схемы в новых задачах. Такие блоки не тратят время на пересылку данных между блоками внутри себя. Дважды щелкните правой кнопкой мыши на блок, если захотите внести в него изменения. О, это интересно. Эта иконка показывает, как часто сборный блок принимает данные на обработку. Так, это на вход, да? Ага, иконка с двумя стрелками в сборных блоках показывает общее количество обрабатываемых элементов в данный момент. Окей. Так, нам нужно отобирать только красные. Используя... Что? Два блока максимум, да? Так, базовые есть. Так, о. А если мы... Сделаем по старинке. Так. В этом здании вы обязаны использовать предыдущие блоки. Ну, окей. Два. Так, это что? Лимит сборной... А, то есть один сборный блок и одна, наверное, корзина, да? Ох, пойми, что это значит красные и другие. Наверное, вот этот, кому же. Красные. А, ну да, логично. Красные и другие. Так, ждем. Так. Так, время есть. Жалко, нельзя это еще ускорить. Так, ну все, мы уложились. А, еще зарелизить надо. Так, деньги. Деньги есть. Название схемы только красный. А, да. Вот это без корзины получается. Ага. Все. Еще 800. Нифига себе. Так. Система распознания речи. 13. Распознание кота. Еще и на картинках надо будет нам. Так, вижу, там какая-то почта пришла. Ладно, попозже проверим. Здесь есть оптимизация кода. Так. А, нет, надо сначала вот это пройти. Ух. Как распознать кота на картинке? Я пишу. Всем привет. А как без экспертных систем можно найти кота на картинке? Похоже, что они работают хорошо с простыми данными. А с фотографиями уже не очень. Кроме того, кот рыпается. Есть такое. Попробуй решающие деревья. Тогда это по факту самообучающая экспертная система. Как освоится? Переходи на сифт. Для распознания простых форм на картинках лучше не придумаешь. Или там клей или гвозди возьми. Это ж код. Шучу, кот ожал. Конечно, это ж код. Какие гвозди? Все блоки работают с разной скоростью. Ага. Это влияет на производительность ваших схем. Иконки справа показывают время, за которое блок обрабатывает один элемент данных. В игре вот этот вот блок сравнивает цвет сокетов. Цветом элемента выбирает сокет с меньшей ошибкой. Окей. Если цвет элемента совпадает только с одним из выходов, то он отправляется в него. Если цвет элемент не совпадает ни с одним или удовлетворяет обоим условиям, то убирается случайно. То есть, без разницы. В реальном мире решающее дерево – один из базовых алгоритмов машинного обучения. Дерево может различать несколько классов. Когда решающее дерево пытается предсказать класс элемента, оно спрашивает у этого элемента о некоторых его параметрах и убирает класс, ближайший из тех, которые он может распознать. То есть, наиболее подходящий выбирает. Окей. Так. У нас один блок здесь на вход. Тогда надо от обратного идти, да? Например, вверху нет синего. А, тут-то, скорее всего, или-или, да? То есть, если я сделаю так, то это будет так. Если я сделаю красный, то это будет... А, здесь красный и синий, а здесь зеленый и синий. Тогда здесь нужно взять... А, общий у них зеленый, то есть зеленый здесь быть не должно. Вот, все. Логика такая. Здесь будет красный напополам зеленый, а здесь синий напополам зеленый. Так, должно получиться так Синий Так, да, все верно Так, о, все, прошло Да, как-то странно Инструмент, ну ладно Идем дальше Так, здесь вправо есть ответвление Так, вот это мы пошли Оптимизацию кода мы прошли Так Должен работать намного быстрее Так, я не помню, проходили Ладно Ага Так, стоп Хорошо Здесь только красный Есть? А, вот только красный За одну секунду А этот тоже за одну секунду обрабатывает Тогда, если поставим этот Красный А здесь Здесь, наверное, любой Как-то так У нас кончились блоки Интересно Красный и голубой есть Красный и другие тоже за одну секунду Что-то долго Как-то цвет Так, четыре блока можно использовать Так, а если тогда вот таких поставить Так, красный и синий Здесь вверху будет красный и зеленый Так, красный сюда Зеленый И синий зеленый Пойдут в корзину Так Так, смотрим Чтоб много понаставил Хватит ли времени Так, о Так быстро Быстро так прошли Интересно А, еще же надо зарелизить Что-то больше не показать Отлично Ого Тысячи Это хорошо А, вот Все, я понял Там, где медальки Это значит пройдено Отлично Идем дальше Мет Икс Приступим А, забыл прочитать Ладно Так Ку-ку-ку Так, здесь Ага Здесь два одинаковых А здесь не красный Так, три блока можно использовать Так, без корзины Вверху Так, здесь 20-16 То есть 20-16 То есть надо вверх больше всего пустить А, вот зеленых у нас как раз больше всех Зеленый пойдет вверх и останется А, нет, надо Зеленый и синий здесь будет Тогда чистое зеленое Чтобы выделить Сделаем так И синий Синий Здесь чистый синий Так, чистый синий сюда Красный и синий Так Сюда Синий Сюда красный О О, как Так Да, так и задумался Как раз Под три блока Нажимаем вперед О, здесь быстро Здесь даже быстрее, чем остальные Ага Отлично Отлично Прошли Так, что А, релиз Окей Не очень понятно Зачем это нужно Так, деньги Деньги у нас очень быстро растут Я даже не знаю Там иногда что-то дорогое Придется дальше покупать Какой-нибудь комп За 100 тысяч миллионов Успех Сплотили нам 800 Так Медык Вот сюда пойдем Ферма Куриный Что? А, почему-то нельзя Ладно Пойдем тогда сюда Истоки Иллюминатов Стрэнджмен Кэтмяу Добрый день Добрый день Что не могу письмо от Иллюминатов прочитать Добрый день Я изучаю древние рукописи и книги Чтобы найти самое начало и правду О тайном Обществе Иллюминатов Нам нужно найти все треугольники в этих документах Чтобы решить задачу Сможем ли мы это сделать с помощью вашей программы Все треугольники Типа масонских символов Так Давайте попробуем Треугольники А Скорость игры Скорость игры можно менять на AD Для паузы Умите пробел Понял В игре Этот блок сравнивает форму Ну, то есть Что самое, что и с цветами Это как я понял Если форма элемента совпадает С убранной формой Элемент Идет в верхний сокет Угу Остальные идут в нижний сокет Shift Scale Transform Трансформ Один из самых мощных Не нейросетевых методов Распознавания изображений Ух ты Shift очень быстро поможет И может распознать Простые объекты и шаблоны А, вот Наказана награда А вот наши деньги Окей Есть кружочки Квадратики Треугольники Нам нужен только треугольник Ну, в принципе, все пока Пока что все логично Так Мне нравится то, что Мусор весь нужно в корзину Скидывать еще Ну, ладно Так Время у нас полно Время оборотки Минута Секунда 25 Что-то как-то долго Так Так Успеваем Угу Отлично А, еще Еще зарелизить надо Почему нельзя Быстрее поставить Так Деньги уменьшаются Два блока Использованы Так А, мы же На три звезды Да, идем На золотую звезду Есть Отлично Стартапы Так Работать на дядю Слишком легко Скучно И неприбыльно Понятно Кто писал эту игру Переходить на следующий уровень Присоединяйтесь к стартапу В мире звериного капитализма Только от вас зависит Останете Станете вы миллионером Или останетесь у разбитого корыта Кто не рискует Тот не побеждает Татарь Чему-то отсылка Непонятно Добрый день Мы приглашаем вас Секретный хакерский стартап Мы пишем читы И прохождение к играм Но сейчас мы бы хотели Сделать кое-что очень крутое Нам нужна программа Которая будет проходить Арканоид Вместо человека Мы знаем Что вы разбираетесь Машином обучении Так что приглашаем вас Принять участие В нашем стартапе Так Ну давайте К вашему стартапу Посоединемся Вы собираетесь Инвестировать 1200 Так у нас что-то Уроняем А вот 4600 у нас есть Погнали Схема для стартапа За 5к продаю Так Работа схемы в стартапе Не отличается от работы схемы В обычном задании Но у стартапа нет решения Схема стартапа Может работать лучше Или хуже И ваша прибыль Зависит от качества Этой схемы Понятно Нажатие на кнопку Релиз запускает Стартап в дело До этого он находится В режиме разработки Не требует Но и не приносит денег Не беспокойтесь Любое время вы можете Вернуться и изменить Схему стартапа Экспериментируйте Так Нам нужно Отделить Красные Так О 50 То есть А нам Как я понял Намного Как можно быстрее Это сделать Так 0,3 секунды Поэтому Если мы сделаем так Если мы воспользуемся 3 Ну В принципе Должно Быстро Красный Зеленый Синий Синий И Зеленый Красный Синий А еще Корзину Да Придется ставить Зеленый В корзину Тест Стоп У меня не подцеплено Здесь Тест Так Так Здесь все нормально Так А 6,6 секунд Стоп Красный А если Через экспертную систему Пойдет Должно быть Дольше Так Красный Так Красный Сюда Синий Сюда Иначе В корзину Тест 6 О Так тоже Быстро Странно Так Пишут Быстрее На Одну Десятую Секунду Окей Оставляем В релиз Так Запустить Желтый Если Общик Количества Пользовать Превышает Пропускную Способность Ага То есть Там Пропускная Способность Важна Заработайте Меньше Денег Продолжить Здесь Показано Количество Денег На Балансе Компании Значок Хайпа Хайп Не вечен Написи Значок Станет Серым Окей Вы можете Продать Акции Понял И выйти Стартап Любовно Чтобы выйти Зафиксировать Прибыль Или убытка Нажмите На Значок Стрелкой То есть Надо Вовремя Выйти Как я Понял Вы будете Получать Прибыль Или убытка От стартапов Ежедневно Если Не хотите Ждать Смело Промотайте Пару Дней А Промотка Даже Есть Интересно Так Почта Надо Разобрать Почту А Вот Личное Письмо От родителей Привет Дорогой Мы помним Что ты говорил Но скоро Твой день рождения Так что Возьми эти деньги И купи себе Что-нибудь вкусное Мы очень тебя любим И мы скучаем По тебе По скрипту Не забудь Надень шапку Ведь на улице Очень холодно На юмор А Забрать А Не прислали мне деньги Прикол Что Кто придумал Решающее дерево Решающее дерево Один из методов Автоматического Анализа данных Первая идея Создания Решающих деревьев Восходит к работам Конца 50-х Годов 20-го века Однако Основополагающей Работой Давшим Пусть Для развития Это Направили Я с книгой Увидишь свет И что Где мои деньги История Экспертных Систем Своеобразные Точки Отчета Для работ По созданию Экспертных Систем Можно считать 1965 год В этом году Ученые Стэнфордского Научно-исследовательского Института Вместе с Нобелевским Лауреатом Приступили К созданию Компьютерной Системы Предназначенной Для определения Молекулярной Структуры Химических Соединений Ничего себе Серьезно Так Все Прочитали Хайп Так А вот Дерево Подождите Здесь какой-то Магазин Есть Алоэ Ничего не делает Может запускать Тесу Skyrom Skyrom Тесу Обязательно К покупке Ну окей Может От Злучения Будет меня Защищать А вот Да Как тут Защищает От радиации За 300 Берем Забыть Так Скрыть Все Банхаммер О Техника Вот она Увеличить Очередь Ожидания Сокета На 3 Так Возьмем Бубен Такой Бубен Увеличить Скорость Пересылки Данных На целый 1% За 530 Ну Окей Я думаю Быстро эти деньги Заработаем Рентю Увеличить Скорость Блоков На 1% Увеличить Скорость Пересылки Данных На 1% За 600 Берем Одежда Для котика В принципе Ничего Он не дает Зачем Покупать Так Дальше Дерево Так Истоки Иллюминатов Так Вот это Мы прошли А это Тоже Прошли Вот Право Пойдем Ферма Куриный Побег Привет Меня зовут Сара Я владею Небольшой Технологичной Фермой Мы Улучшаем Наши процессы С помощью Новых Технологий Магазинам Нужны Поставки Яиц Разных Категорий Но Ручная Сортировка Занимает Много Времени Само Собой Поэтому Мы решили Автоматизировать Этот процесс У нас Есть все Характеристики С помощью Которых Мы Определяем Категорию Яйца От вас Нужен Алгоритм Который Сможет Делать Это Без Участие Человек Сохранять Точность Легко Так Круглые Яйца Квадратные Треугольные Все Понятно И И Сортировщик Так Здесь Есть Сортировщик На Круглые На Квадратные И На Треугольные Тест Только Хочется Побыстрее Запустить Чтобы Не Ждать Все Это Дело Кажется Надо Только Два Режима Это Очень Медленный И Очень Быстрый Так Все Прошли А Релиз А Я смотрю Даже Все данные Не нужно Расходовать Достаточно 6 6 6 Все Отлично Есть Так 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 Вот Это Наша Компания Занимается Социологическим Исследованием Сейчас Мы работаем Над темой Психологии Толпы И нам Нужно Научить Алгоритм Определять Тип Человека По определенным Поведенческим Триггером Ого Это Поможет Оперативно Являть Опасных Личностей В толпе По их Поведению Протащать Несчастные Случаи Мы Мы Выявили Наборы Требуемых Показателей И ищем Опытного Разработчика Для реализации Алгоритма Блин Во что Меня Втягивают Какие-то Поиски Иллюминатов Слежения Так Ага Так Вверху Красный И синий Внизу Красный И зеленый Так Давайте Подумаем У нас 20 Зеленых Треугольников Если Так 22 Здесь Надо Если Красный И Синий Так Зеленый А здесь Зеленый И красный То есть Подождите Общий Красный То есть Здесь Синий И зеленый Встаем Сюда Пойдет Синий И красный А сюда Зеленый И красный И Останется Нам По форме Их Отсортировать Так Вверху Нужны Не Треугольники А внизу Нужны А Подождите Нужны Блин Вот Вот это Да Так Сначала Нужно Разделить На квадраты Из них Из них Отобрать Только Красные Да Правильно Я понимаю Так Эти Хватает Не Хватает Из них Только Красные А зеленые В корзину Далее Далее Так А нет Здесь Одной Хватит Или нет Здесь Будут Квадраты Треу... Так Тогда Как-то Так Это Надо Будет Ставить Треугольники Круги Кружки Блин Точно Мне же Кругли Кругли Мне не Нужны Круглолицые Мне не Нужны Парни Здесь Это Всех Круглолицых В корзину Так А дальше Че Как мне Разделить На квадраты Треугольники Видимо Напрямую Да Прямую Сортировку Надо Будет А здесь Как-то Раздваивать Их По очереди Если Только Что-то У меня Какое-то Странное Ощущение Красное И Зеленое А здесь Мне нужны Мне нужны Квадраты Чтобы взять Квадрат Так Сложная Задача Для меня По крайней мере Вот это Мне даст Красный Красный Квадрат Сюда Даст А Блин Че Я туплю Тут же Все Можно Проще Даже Такие Игры Здесь Не надо Думать Что все Создано Для удобства Игрока Тут Игрока Пытаются Обмануть Обхитрить Поэтому Стоит Лучше Обхитрить Саму Систему Нам Нужно 18 Элементов Сюда А у Нас Есть 20 Зеленых Треугольников Поэтому Просто Возьмем И Зеленые Треугольники А здесь Зеленые И красные Да Нужно еще Нет Треугольники Сразу В корзину А вот Зеленые Треугольники Так Вот Треугольники Зеленые Сюда Тестируем Ого А что тут Такая Загрузка Жесткая Слабая Пропускная Способность Да Прям Вообще Жестко Как Как же Быть Как быть Так Время Вышло Вот это Поворот Хорошо Так Надо Подумать Нам Скорее Все Придется Здесь Ставить Разбиение Более Сильное Сортировочку Да Здесь Красные И синие Все Сюда Так Ну-ка Нам хватает Поверху И слетит Так Так Поверху у нас Нет заполнения Не до конца Заполнилось Квадраты и круги Синие И красные Но часть Но часть красных Идет вниз Поэтому Все Красные И синие Нужно Чтобы шли Вверх А вниз Шли Только Зеленые Причем Зеленые Треугольники Так Вот эта Штука У нас Самая Медленная Лучше Все В конец Чтобы она Обрабатывала Как можно Меньше Вещей Так Здесь У нас Будет Сортировка Для Отработки Зеленых Треугольников Они Зеленые То есть Там Какие у нас Красные Синие Должны Наверное Ити сюда Или Или Даже лучше Вот сюда Ну-ка Попробуем А здесь Да Здесь Нормально Вверху Затор Вверху Не успевает У нас Ничего Обрабатываться Внизу Полное Да Давай Давай Есть Ух Прошли Как-то Сикость Накость Криво Но все Таким Это Сделали Ладно Пока не буду Здесь Здесь Очень много Времени Можно Потрать На то Чтобы Бесконечно Улучшать Эту схему Пока Просто Пройдем Посмотрим Может Дальше Нам дадут Просто Более Удобный Инструмент Для сортировки И за счет Этого Мы ее Пройдем На 3 звезды Ну то есть На золотую Медаль Отлично Какой-то Видеоролик Здесь нас ждет Так Кодить Сложно Так что Если хотите Научиться Понимать Котика Придется Попотеть За медальки В конце Каждой Эпохи Откроется Один Или Несколько Финалов Ух ты Интересно В зависимости От ваших Результатов Не бойтесь Уровни В любой момент Можно перепройти Нажмите На медаль Чтобы увидеть Комикс Так Золотую Выбираем Элиза Первый Чат-бот Кэтмейл Ооо Что это Ничего себе Должно Сработать Кэт Получилось Все Мы распознали Нашего котика Цель Распознать Кота На картинках Замечательно И на этом Пожалуй Все Спасибо За внимание